Хорошо. Следующий вопрос. Придите пример, когда вы нарушили какие-то правила. Вопросы, на которые должен ответить кандидат-волонтёры, абсолютно разные. От уровня владения языками до умения найти выход из стрессовой ситуации. На связь с волонтёрским центром Сочинского госуниверситета по скайпу выходят потенциальные добровольцы. Те, которые живут в других городах, но хотят участвовать в обслуживании матчей Мундиале и Кубка конфедерации на сочинском стадионе Фишт. Сейчас у нас полным ходом идёт процедура интервьюирования кандидатов. После того, как они подали заявку, прошли тесты на способности и тесты на знание английского языка, они попадают к нам в базу, как кандидаты, которые готовы проходить интервью. Собеседники потенциальных волонтёров уже опытные добровольцы. Влада Саинчук – одна из них. За её плечами помощь в организации всемирных хоровых игр. Она точно знает, каким должен быть настоящий волонтёр. У нас семь блоков вопросов, которые направлены на то, чтобы определить, насколько человек мотивирован, насколько он строится устойчив, насколько ответственно подходит к работе, как он работает в команде. Все интервью проводятся по методике, разработанной профессионалами в области отбора персонала. В среднем каждое такое собеседование длится полчаса. По его итогам будет принято решение, прошёл ли кандидат отбор. Сегодня в базе уже 7150 заявок. Из них предстоит выбрать 1400. Столько волонтёров будут работать на стадионе Фишт, в аэропорту и в зонах размещения зрителей во время Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. Впрочем, время у желающих стать частью этого исторического события ещё есть. Заявки на право стать волонтёром принимаются до конца года. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.